Всем здравствуйте! Сегодня у нас 17 августа 2023 год. Четверг. Одесса. Мы хотим поздравить с днём рождения Игоря Белякова. Это директор зоопарка. У него вчера был день рождения. Одесского. Да, Одесского зоопарка. Он не только директор зоопарка, но он и очень творческий человек. Я всё время рассказываю, как они делают, снимают фильмы. Он пишет стихи. Очень много репортажей он делает вместе со своими сотрудниками. Придумывает разные акции. Праздники делает для детей. Праздники, да. Много чего. В общем, очень творческий человек. Хороший директор. Так что здоровья ему, благополучия. Пусть у него всегда всё, его задумки получаются. Ну, а в Одессе очень жарко. Ещё жарче, чем вчера. Обещают всего с 17 по 19. Очень жаркие дни. Поэтому предупреждают, что осторожнее быть сигаретами со спичками. Пожароопасная очень обстановка. Говорят, что днём на солнце будет доходить до 50 градусов. Хотя, я не знаю, но в тени 35 обещают. Ну, уже да, с утра это чувствуется очень жарко. Также вы, наверное, помните, а может быть не помните, я вам напомню. Ну, мы рассказывали за роддом в парке Шевченко 6-й, что это историческое здание. В нём делался ремонт слаботекущий. И вдруг в один момент его взяли и снесли хозяева, кто выкупил территорию или взял в аренду. Я не знаю, как правильно. И город им предоставил счёт, чтобы они заплатили штраф и предоставили документы о восстановлении здания в августе. Да, они заплатили счёт 170 тысяч гривен. и предоставили документы, уже готовые на проверку, какие они сделали. И если там что-то не подходит, то будут сделаны изменения. Это так есть информация такая. А как на самом деле... Давай пойдём на ту сторону. А как на самом деле... Я не знаю. Подождём сейчас светофор. Мы стоим на самом солнце. Хотела потепить тень. А получилось, что мы стоим на солнце. У меня поставили... Ну, а что-то не встал в тенёчек. Ещё вы же знаете, да, что полностью сгорел гипермаркет Фоззи на Балковской. В мир ракеты попали. Да, он не подлежит восстановлению, только полному сносу. Ну, там ничего не осталось, там всё сгорело. В нашем канале Телеграм, который называется «Одесские прогулки». У меня есть там фотографии. Вы можете увидеть. Ссылку и название я выкладываю под каждым видео. И хозяева Фоззи сказали, что они будут восстанавливать здание, но только после войны. Ничем не будет. Да. И также пришла такая информация, это сами хозяева обратились к людям, что якобы уже кто-то собирает деньги на ремонт Фоззи. И он говорит, что это мошенники. Они никаких на реквизитов не давали, на сбор. Поэтому, пожалуйста, никто никуда ничего не давайте, что это здесь будет. Что-то проходит. 19.08, разум, версия. Это когда-то был Театр Железнодорожников, да, по-моему? Да. А мы здесь... А что же здесь сейчас? Посмотри, как здесь красиво. Когда-то мы сюда ходили, да. А что же это здесь какие-то... О, галерея какая-то, смотри, галерея номер один. Посмотри на этот зал, как все сделано. Или это мебель продается? Что это мебель? Что нет? А, вот. А, какая-то фирма. Ну, так интересно. Интересно. Здравствуйте. А что у вас здесь происходит такое? Галерея. Это все галерея, да? И там, и там. Да, все четыре. Можно зайти посмотреть? Сейчас, надо, чтобы на рецепт... Не, ну я здесь чуть-чуть, сбоку чуть-чуть. А, или нельзя картины... А, да? Ну, хорошо. Нет, спасибо. Экскурсии, да. Очень хорошо. Спасибо, спасибо. Ага. Это все галереи. Это все платно. Оказывается, это галерея. Посмотри, вы их не знали. Ну, молодцы. На всех этажах, он сказал. Но все платно. Экскурсия платная? Да. Экскурсия? А зачем в галерее экскурсия? Ну, как музей. Ты в музеях плачешь? Да. Ну, ясно, ясно. Посмотри на эту дверь. Да. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что на этой неделе поднялся сильно... Пару гривен поднялся бензин. Сейчас, сейчас. Подожди, сейчас, сейчас. А, ну, хорошо, хорошо, сейчас. Давай уже дворик посмотрим, чтобы не отвлекаться. А, это, смотри, вот это... Здесь, получается, люди живут. Живой, конечно. Да. Чтобы поднялся бензин и солярка. И сказали, что это не предел. А какие сейчас цены? От 53 до 60. До 60? Это бензин или солярка? Бензин. Солярка. Ну, в каждой заправке. Ну, ясно, своя цена. От 50. И, соответственно, сказали, что на этой неделе еще поднимется. На пару гривен. Ну, не помнишь то, что я тебе говорила? Что говорили, что будет каждую неделю подниматься на 2 гривны. Так оно и есть. Вот это сейчас происходит. А, так еще и поднялся доллар, что ты знаешь. Вчера он был буквально 36.95, сегодня даже 36.85. А сегодня уже 37.05, 37.45 доллар. Это... То есть заход здесь закончил? Да, а что я сказала? Да, что мошенники уже тут как тут. Собирают какие-то сборы. На ремонт. На ремонт, да. И хозяева сказали. Они ничего не собирали. Они не объявляли никаких тендеров или что-то, чего-то. Здание будет то, что остатки полностью сносится. И строиться уже будет только после войны. Так, баринка. Пробегаем. Я надеюсь, наши здесь не задавят. Да? Да. Не дожди. Не дожди, да. Да, а еще... Знаешь, что я прочитала? Какая в Украине самая высокая зарплата... Ну, это имеется в виду официальная, я так думаю. Конечно. Оказывается, у водителей от 20 до 30 гривен. И они требуются... Вот, например, водителей на новой почте. Понял? Они получают зарплату от 20 до 30 гривен. Ну, там тоже какая-то хитрость, я так поняла. Ну, я тебе скажу, что новая почта еще... Даже в горячие точки почти туда. Ну, мы же не говорим за... Я говорю по городу. Нет. Что нет? По городу таких зарплат. Не может... Ну, как это? Я тебя официально прочла. Да. Прочитала. Да. Вот типа дальнобойщиков. Полите, которые... Я думаю, что если туда, то это еще дороже будет зарплата. Обезьянки на балконе до сих пор. Это не обезьянки, это жабки. Жабки. Жабки, да. Это жабки. Это точно. Обезьянки? Да, я посмотрел на него. Красненько. Это жабки. Лягушка. Лягушка, клыкушка. Что-то чисто. Чисто это. Ааа. Продукты. Да? Ну, не только там. Крем это может. Да? Ты так думаешь? Как дух. А, вот эти ворота. Да. Еще прицарь я делаю. Да? Кованая. Думаешь о шуте? Да. Без сварки. Кафе Варянична. Везьми с собой. Один литр девяносто пять грим. А, это за пиво? Я думала, они за вореники там пишут. Нет, вореники там само собой напишут за пиво. Понятно. Все в судьбе. Красивая здесь тема. Мы идем по тенечку, поэтому я перешла на эту сторону, что здесь. А, теперь... Начало. Больше темы. Ты права. Ну... А это что? Тоже что-то такое? Что это? Бизнес-центр. Да? Да. Ну, написано. А что он не многоэтажный? А какой-то маленький бизнес-центр. Ничего себе маленький, пятый этажей. Ну, обычно мы видим новые эти бизнес-центры. Да. Я за это имею в виду. А тут какой-то маленький. Ну, сейчас такую жару говорят, что очень много людей на море. У кого есть возможность, особенно у кого дети, конечно, детям сидеть дома, это кошмар какой-то в такую жару. И хочется и детям, и родителям пойти на море. Да? Да. Что, все? Да. Будем заканчивать? Да. Все рассказали, все сказали. Да. Все объяснили. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пускай всех наступит завтра. Продолжение следует.